МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Марина Джалая. Глядите в этом выпуске. Первый рабочий визит протягивается. Посол Швеции Кристина Юханнесен сострелася с керамистом региона и наведала гомельские предприемства. 74-я годовинное вызволение. В неделю у Гомеля отбудется военно-гисторичная реконструкция. Фотосессия у романтичным в образе. Претендентки на титул «Месяц Гомель-2017» рыхтуются до конкурсу. А зараза об этом иншим больше подробязна. Старшиня Центрвыборкама Лидия Ярмошина радь на мясцовых выборах влучшаться шляхом сбору подписов. Это самый простый вариант. Треба подать заяву об регистрации инициативных групп, где познашены грамадяне – от трех до десяти человек. Лидия Ярмошина так само звернула увагу, как вылучшаться от працонных коллективу, необходима присутность на сходе не меньше, как половы працующих плюс один человек. Протягивается визит на Гомельшину надзвычайного и полномочного посла Корольевства Швеции Республики Беларусь Кристины Юханесен. Сегодня я рабочий день пошался с устречеством керавнистом Аблова-Канкама. В центре уваги – питание поширения экономичного супрацовництва. На думку боку, вселетний товарооборот у 5,5 миллионов долларов не отповедает реальной махчимости. Это тычется как импорту товаров, так и экспорту, який в этом году складает усяго около 600 тысяч долларов. Для активизации взаимовыгодных контактов керавнистом Аблова-Канкама пропануя провести у Гомеля бизнес-форум для представников шведских деловых колов. А прошу проведения первомов на форуме плануется огуршить информацию об иснуючих в Беларуси преференциях или годах для вытворцев, а так само обмогчимости набития у Гомельской области объектов по минимальных ценах. По сути, запланованное мероприемство повинно стать протягом сегодняшнего визита простойников буйных шведских компаний, которые сопровождают надзвучайного и полномочного посла Королевства Швеции Кристину Юханнесен. Очень насыщенный день с посещением нескольких компаний. И самое главное для меня это то, что для наших компаний, которые входят в нашу делегацию в этот раз, что для них эти посещения очень интересные и важные. И я уверена в том, что они дальше сейчас продолжат переговоры уже по конкретным вопросам. Обмеркование шляху белорусско-шведского супрацовництва протягнулося непосредственно на вытворшестях Гомеля. Кристина Юханнесен разом с представниками широкого компаний наведала предприемства, которые занимаются вытворшестю мебли, а так само працуют в химичной и нафтохимичной галинах. За ходом Перамоус отшил Олег Сентюроу. Гомельская меблевая фабрика «Прогресс» – предприемство с больших 50-ти годовых историй. Зараз тут вырабляют широкий ассортимент мягкой мебли. По словам, кераминство фабрики на любой густ и на все померы кватер. На рынке вытворчества мебли вельми жесткая конкуренция, а тому каждый вытворец вымушен нашукать свою нишу, наибольший эффективный шлях модернизации вытворчества и скорочение выдатков. Гомельская меблевая фабрика – предприемство с закрытым циклом вытворчества от вырубокомплектующих до выпусков готовой продукции. А тому пропонова международная группа компаний, а по максимуму сопрацовницей, успремается неоднозначно. Ситуация характерная не только для гомельчан, на кольке самостоином застанется в таком разе предприемство, и те застанется оно в уголе, питание, на какое отказываюсь не за все. Хоть с другого боку, процессы кооперации предприемства, прозных по меру и формы властности, зараз характерны для усяго света. Во-первых, когда имеешь дело с Икеей, нужно всегда иметь в виду, что у них объемы очень внушительные. То есть это компания, которая работает глобально. Поэтому мы видим уже много хороших примеров, как Икея, наоборот, сотрудничает с теми поставщиками, которые уже есть на месте. Об новых технологиях сегодня казали и на Гомельском химичном заводе. Рост населенства планеты, изменение рациону, повышение по опыту на продукты, харчевание, робить продукцию предприемства, запотрабованные на всех континентах. Сегодня это одна из ведущих вытворцовцев нафтохимичной глины Беларуси, которая ожитивляет поставки удобрений у больше 20 краин света. Подчас встречи огучивается пропонова от одного со шведских партнеров об максимуме увеличения экспортных поставок. Размовы, идя об Вьетнаме и некоторых краинах Африканского континента, шведская компания, готовая оказать в этом необходимую допомогу, у администрации Гомельского химзавода будут еще анализовать максимумные плюсы, а где кажут, что тут есть, что обмерковывать. Если есть спрос на увеличение объема, мы готовы рассматривать и сотрудничать. Мы заинтересованы в расширении, в диверсификации рынка. Мы также и на Африку немножко работаем, но я назвал в первую очередь, это те рынки, которые наиболее объемные, которые располагаются ближе всего по логистике к Беларуси. Мы готовы рассматривать Африку тоже, любые страны, но необходимо знать ассортимент, какой продукции интересует, и мы готовы сотрудничать. Олег Синчеров, Валерий Габанько, телерадокомпания Гомель. Службовый автомобиль Мазирского районного отдела внутренних справ подпалил затриманный, который находился в авто. В одной сентябре мужчины распространена криминальная справа. Нагадаем, инцидент отбылся 18 листопада. Службовый УАЗ загорелся под час руху. Установлено, что подпал при допомозе горучей ваткости ученев Мазиранин, которого затримали за хулиганство. Нитвя розума, мужчине спотребилась шпитализация, и он отримал опеки. Обставины справы вывучая районный отдел Следующего комитета. Одной из главных падей у святкования дня вызволения Гомеля станет военная реконструкция. И на противнюю неделю, 26 листопада, в районе Любинского озера. Нагадаем, все лето Гомель святкуя 74-ю годовину дня вызволения от немецко-фашистских захопников. Митинги, встречи с ветеранами и другие мероприемства проходят на протяжении всего этого дня. А в неделю отбудется реконструкция исторического эпизода, когда подчас Гомельско-Решицкой операции войске Белорусского фронта смогли прорвать оборону противника и створили погрозу по одному флангу группы армий «Центр». В мероприемстве примут удел представители больше 10 военных исторических клубов Белоруссии. Они продемонстрируют действующую ретро-технику периоду вызволения. Реконструкция пройдет историческое место на злучшении Любинского озера и Ракисож. Это недалеко от пятого микрорайона. Ориентир – автобусный припинок пляж Роповский. Початок о 12-й године. Ребята будут ночевать непосредственно так же, как в те дни в военных палатках, зимой с буржуйками. Последнюю ночь перед мероприятием. Достаточно много различных интерактивных площадок. То есть в этом году в немножко больше расширенном таком формате будет проводиться и реконструкция. И помимо этого еще привлечены различные другие силы, то есть различных учреждений. Я знаю, что там выставки будут помимо этого. Ну и для сугрева все-таки будут у нас и чай, кофе. То есть там непосредственно будет организованный общепит. Протягивается под рыхток до конкурса «Миссис Гомель-2017». 15 финалисток приняли удел у фотосессии для интернет-голосования. Центр моды и пригажности «Хрустальная нимфа» проводит этот масштабный конкурс уже в третий раз. Организаторы мкнутся зарабить акцент не на внешних даденных конкурсантах, а на их якостях, харизме и творшем потенциале. Для этого на протягу месяца с ними будут проводить занятки-майстер-классы. Каждый день они будут совмешать семью и хатные клопоты и дефиле с хореографией. Девчины работают дружным и изладженным коллективом. До занятка уставятся серьезно. Агроном, тренер, педагог, специалист по продажах и супрацовница банка все спробуют себе у новой роли – модели и королевы прогожости. Меня привлекают эти красивые женственные конкурсы. Это здорово. И я уверена, что очень многие девочки, которые сейчас ведут подготовку к торжественному мероприятию, они тоже, может быть, даже и кормящие у кого-то малышу 2 или 3 месяца. Поэтому им огромное спасибо, что набрали смелости, пришли себя попробовать, показать. Возможно, кто-то возьмет пример с них, что вот такие мамы активные. В чем мой плюс? Потому что я мама троих детей, единственная из всех конкурсантов. Я врач-акушер-гинеколог, работаю в женской консультации. Моя работа мне очень приносит удовольствие большое, потому что связана тоже с семьей. Мы помогаем будущим мамам вынашивать здоровых малышей. Я очень активный человек, мне нравится движение, мне нравится что-то новое, интересное. Поэтому с удовольствием помогают близкие, помогает муж. Все получится. Информацию о призах для переможцев и запрошенных на шоу-артыстах организаторы по культуре мают в Сокрете. Однако уже вядомо, что финал пройдет 15-го Снежня у областным громадско-культурным центра. Квитки уже можно набыть у кассах альбо интернете. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomil.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова